Праздник Вознесения Господня Когда он ходил по земле, то мог общаться лишь с теми, кто был с ним рядом, но с момента Вознесения он пребывает в вечности, и в любой точке пространства мы можем его ощутить, так что совершенно понятными становятся слова апостола Павла «Господь близко». Этот праздник не прошел мимо и гимназистов. Их день начался с посещения Божественной Литургии, которую возглавил иерей Мефодий Сердюк. Затем ребят ждал мастер-класс по лепке из пластилина, который провела Елена Викторовна Красножон. Как и в прошлый раз, ребята лепили персонажей из творчества Пушкина. На этот раз это был кот и дуб. После мастер-класса гимназисты отправились в городскую библиотепу номер один, где их ждала Ольга Григорьевна Спиридонова, главный методист библиотеки. Встреча была посвящена такому природному явлению, как ветер. Ребята вспоминали стихотворения Пушкина, Блока и Бродского, посвященные ветру, разгадывали ребусы, делились личными случаями встречи с большим ветром, проходили викторины и отвечали на разнообразные вопросы. Например, какие единственные живые существа производят свое потомство при сильном ветре? Это правильный ответ. Императорские пингвины, у них огромный толстый слой подкожного жвыра, да, и вообще они там крепко стоят на своих лапах, но иногда падают. И тогда там есть человек, который их может поднять. Люди, кстати говоря, профессия даже переворачиватель пингвинов. Завершилась встреча с Ольгой Григорьевной, игрой в бадминтон и определением направления воздушного потока. По пришествии из библиотеки ребят ждал Ирей Мефодий Сердюк, который беседовал с ними о празднике Вознесения. Кто главный герой, какие традиции связаны с праздником, какими были последние наставления Иисуса Христа и куда он вознесся. В завершении дня гимназисты посетили киноклуб, где смотрели мультфильмы по священному писанию и про дружбу. Размышляли о заповедях, которые были написаны на скрижалях Моисея. Так прошел в лагере еще один занимательный день.